Ас-саляму алейкум на ржамарат. Наступает священный месяц Рамадан, и я знаю, что у вас очень много вопросов, касающихся этого месяца, а именно уразы. Нам присылали очень много вопросов, и мы на них постараемся сегодня ответить. Скорее всего, это будет даже в юморной такой некой форме. А помогать мне сегодня в этой беседе будет наш друг, татарин из Бугульмы, Мухтар Мухаммад Абдулла и жморат, здесь аплодисменты. Добрый день или ас-саляму алейкум, как говорится у нас в Бугульме. Аб-алейкум ас-салям, как говорится у вас также в Бугульме. Пришли такие вопросы некоторые, около миллиона вопросов. Представляете, около миллиона вопросов. У нас где-то около миллиона подписчиков. Ложка. И самый главный вопрос, который интересует наших телезрителей или тех, кто собирается в этом году поститься, среди них есть, так сказать, новобранцы. Как подготовиться? Что делать? Возможно ли подготовиться к уразе? Да, я думаю, что можно. Можно готовиться к уразе так же, как мы готовимся обычно к экзамену. А, то есть, завтра экзамен? Надо идти, надо подготовиться. Естественно, эта подготовка, она не физическая, она моральная. Внутри, да. Да, то есть, человек готовится к тому, что вот уже наступает месяц Рамадан. И, соответственно, это священный месяц. Надо вот побольше быть полезным, отказываться от некоторых вредных привычек и побольше помогать нуждающимся. Да, то есть, получается, если как к экзамену, то ты к уразе должен быть всегда готов. Естественно. Да, вот говорят, допустим, завтра ураза, все, менту там, сразу я держу, да? А-е-е. Слушай, супер это, да. А есть какие-нибудь лайфхаки, касающиеся уразы, как держать, там, ну, что это делать, какие-то такие советы для начинающих? Конечно. Обычно вот начинающие люди, они же думают, что ураза это просто не есть, не пить, не это. То есть, для них это все, как бы, к сожалению, материально еще. А, да, пока, да. Не пить, не кушать, не кушать. Да, да. Можем им сказать, допустим, не переедайся. Обязательно, да, не переедайся. Или вот, допустим, после ифтара не нажрись. Не нажрись. Согласен. Допустим, не заходи в супермаркет перед ифтаром. Не заходи в печерочку. Перед ифтаром. Не трави себя. Ты голодный, естественно. Да, не трави душу. Согласен. Не купишь, короче. И, соответственно, чтобы это правильно сказать, делись другими. Делись. Потому что не у всех есть, допустим, такая же возможность, как у тебя. Допустим, если у тебя есть покушать, это возможность не у всех есть. Не у всех есть, да. Естественно, это всегда можно накормить не только пастящихся. Вот, например, у нас в Ердеме. То есть, мы ежегодно, вот каждый день, 365 дней в году, мы кормим. У нас бездомным кормим. Нуждающимся, да. Вот, нуждающимся кормим. То есть, и во время этого месяца мы еще больше кормим. Да. Соответственно, если раньше по 250 порций в день, сейчас будет больше полторы тысячи порций. Увеличилось, да? Естественно, потому что субханова много. И думаю, что каждый желающийся может принимать участие. Ураза – это пусть будет толчок к этому. Да, да, да. Я понимаю, что все это дело не бесплатно, как бы, нужны немного деньги. Но вы же понимаете, что вот эти деньги, они не идут куда-то, допустим, в красное-белое или что-то там. Да, да. А они идут именно в благотворительность. Сколько ты держишь в уразу? Уже 22 года. 22 года. Субханаллах. 22 года. Я держу, наверное, лет, ну так, осознанно, 6 лет, наверное, мне. Да, 6 лет. Очень хорошо. Да. То есть... Главное, ну вот, вы говорите, я держу, но надо держаться. Да, надо держаться, да. Я держу, и надо держаться. И я буду держаться. Аллахашик. Ну, я могу посоветоваться, допустим, если вы хотите, чтобы влага сохранилась, допустим, в организме, то вы во время сухуры вот опасаетесь от таких блюд, как рыбную, допустим, рыбу. Убираем рыбу, да, сухуру, да. Потому что после нее всегда хочется пить. Абсолютно всегда. И, соответственно, надо побольше пить вот такие продукты, молочные, вот содержащие, кефир, молоко и так далее. Они помогают. Держать влагу. Да. А еще вопрос, когда гречка, гречка помогает? Гречка тоже помогает? Гречка лучше во время ифтара. Вот, ифтар, да, да, да. А во время сухур более вот такие, молоко и так далее. Кефир. Поскольку известно, да, историю пророка, если мы прочитаем, да, он во время сухуры вот кушал финики и пил молоко. Ага. Не потому что у него не было еды, иногда было, да, и что есть. Но он прочитал именно вот это финики и молоко. Потому что в молоке уже все есть. Да, а в финиках глюкоза, да, это сила. Да, да. А как держат у разу вас в бугульме? У нас в бугульме очень даже весело. А давайте так, мы скажем уже, мы с тобой прикалываемся так в бугульме. Откуда ты сам, пускай узнает, я сейчас так и буду. Я из республики Чад, но поскольку я уже, как говорится, не обрусил, а именно татарином стал. Об татарел. Об татарел. Я обычно говорю, что я из бугульмы. Да. А так я из Чада. У нас там в Чаде очень весело, поскольку мы находимся ближе к Квадру. Да, да. У нас день и ночь почти одинаково. Угу. По времени. То есть это как бы нет таких изменений резких, как здесь в России. Да, резкие прям, да, часовые пояса там у нас. Я помню, вот сколько, три года назад почти 20 часов мы держали. Да. Или вот даже в том году, по-моему. В том году. В том году, да, в том году, по запрошенному мы так очень долго держали, да. Там нет такого, что ты 20 часов вот держишь в разу. Да. Там максимум 10-12. Согласен. Вот у меня также, да, исходя из этого вопроса, есть другой же вопрос. У меня друг также в Казани. Держат у разу, но по времени в Мекке. Ты понимаешь? Я, если, допустим, готовлюсь к ифтару, он уже поевтарил, поел. Я говорю, ты что? Я говорю, ифтар же такой вот начинается, грубо говоря, через часа два, только три там, да. Он говорит, а я держу по Мекке. Вот по Мекке его держу. Сколько? 8 часов, да, 10 часов там. Почему он так держит? Это правильно ли? Это неправильно. Это неправильно. Человек живет в Казани, он не может ифтарить по Мекке. Да. Надо вот именно место, где ты проживаешь, надо подчиняться. Подчиняться этому времени, да. Времени, местоположение, где ты находишься. Да. Но для того, чтобы сравнить, допустим, ураза здесь, в Казани, и ураза в Чаде, это, я бы даже сказал, отношение к этому месяцу по-другому. Вот и здесь, вот кроме мусульман, как бы, в основном, никто не чувствует вот это. Ага. Вот это месяц Рамадан, надо делать, надо давать, надо кормить. А там чувствуется, да? То есть этот праздник только среди мусульман. Да, да, да. А там, это да. На всех распространяется, да? Слушай, это здорово уже, да. Потому что 60% там мусульмане живут, и именно во время месяца Рамадана даже бары какие-то не работают. Они специально планируют своих ремонтов, и так далее, во время месяца Рамадана. Ура, да. Потому что, чтобы не вмещать. Да, народ, то есть не предай, не звать, да, согласен, согласен. Это, то есть отношение к этому месяцу совершенно другое. Абсолютно, да. Ну и атмосфера, да. Согласен. Атмосфера абсолютно разная. Если у нас больше мусульмане ждут, а там у вас все. Все ждут, все ждут, это праздник. Это праздник, да. И естественно. Ну и напоследок, Мухтар, ты держишь уразу более 20 лет, как я помню, 22 года. Какой бы ты совет дал начинающим? Обычно советы, конечно, дают хазраты, наши имамы. Да. Ну, я бы сказал, просто, как бы быть максимально полезным. Это очень важно. Допустим, не матерись во время. Вот, да. Не надо вот брать на себя все, типа, я буду это делать. Нет. Делай по чуть-чуть, но стабильно. Да, равномерно. Да, ну стабильно. Да, распределять. Чтобы это продолжалось. Да. И, или вот, каждый день надо вот, допустим, каждый день, который проходит, надо отчитывать себе, вот, кому я сегодня помогал, что я хорошего делал. Да. И, чтобы вот этот месяц, когда он пролетит, он больше не вернется. То есть, когда следующий год будет, это уже другой. Да, да. Поэтому. У меня даже, у меня даже на этот случай есть такой короткий анекдот такой, вот, прям, касаясь Рамадана. Отец с сыном, значит, целый месяц держали уразу, ураза закончилась, и сын спрашивает отца, папа, а Рамадан будет скучать по нам? Отец ему отвечает, конечно, сынок. Он на следующий год придет на 10 дней раньше. Понимаешь? Вот я хочу, да. Он придет на 10 дней раньше. Да. Но это уже будет другой. Это абсолютно. А Кутов уверен, что он доживет до следующего года. Вот, правильно. Поэтому надо максимально сетя сделать. Согласен. Готовится. Будьте готовы. Я думаю, я надеюсь, это наша не последняя такая передача. В течение месяца Армадан, священного месяца Армадан, мы еще будем вас радовать такими советами и некими лайфхаками. Все, мы это спасибо вам. Не только от нас, но всей бугульмы. До встречи. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Продолжение следует...